Важно обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с силовым блоком Совета безопасности. На совещании по общественно-политической обстановке в стране президент подчеркнул, различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. И главное здесь задача для всей вертикали власти не допустить того, чтобы наш народ боялся находиться на улице. Необходимо действовать соразмерно меняющейся ситуации. Участники встречи обменялись мнениями по актуальной повестке на внешних границах Беларуси и обсудили события внутри страны. Так Александр Лукашенко отметил открытые попытки зарубежных деятелей радикализировать протестную активность. Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет. Она может быть спокойнее, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет, потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку. Вы видите, что поменялись режиссеры за границей, уже некоторые там каналы, которые раньше водили по Минску протесту, но от этого отказались. Появились более радикальные, типа распиаренного вами Байпола, где подвязают полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих. Трудно их, конечно, назвать военнослужащими. Вы видите эти призывы к радикализации. Особо хочу в очередной раз отметить работу нашей милиции и главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, которые молодцы, просто ребята молодцы, раскрыли очередное преступление террористической направленности. И надо Иван Владимирович всех ребят, которые участвовали в этой операции, представить государственным наградам. Они этого заслужили, ну и ложка дорога к обеду. Они этого заслужили, они защитили огромное количество людей, которые могли пострадать. То, что у нас идет переформатирование действий протестунов и беглых, мы это видим. Должен просто сказать, что мы никогда не допустим того, чтобы наш народ боялся выйти на улицу. Этого допустить мы не можем, не имеем права. И это характерно, прежде всего, для города-героя Минска. Отдельно глава государства обратился к Наталье Качановой как к уполномоченному президента по Минску. Александр Лукашенко поручил и дальше следить за порядком в городе и вести диалог с людьми. С людьми надо разговаривать. Наталья Ивановна, вы как уполномоченный по городу, смотрите за порядком. Ну, не в острые моменты. Надо каждый день работать, как это вы делали вот на протяжении зимы и лета. Поэтому есть результат. Люди у нас не идиоты, даже среди протестунов. Я уже говорил, они же прекрасно видят, что кто-то, как они говорят, бабки косят за границей. Ну, ясно, кто сидит на этих потоках. И люди не хотят быть, как они говорят, что вы нас на вилы бросаете, а сами там эти деньги по карманам раскладываете. Видите, они чувствуют, что их просто подставляют. И мы это видим внутри страны. Поэтому с людьми надо работать. Да, надо работать жестко с теми, кто берется за оружие. Кто привозит сюда взрывчатку или готовит эту взрывчатку и пытается то ли в мусорных контейнерах или в огнетушителях произвести эти взрывы. С этими мы разговаривать не будем и считать до трех тоже не будем. Но основная это масса людей, с которыми надо разговаривать. Поймут они нас или нет, услышат или нет, это уже их проблемы. Это их дело. Но с людьми надо разговаривать. Говоря о событиях последних дней, президент высоко оценил работу правоохранителей. Уже после совещания госсекретарь Совета Безопасности поделился с журналистами подробностями. Александр Вольфович рассказал о проведении военных учений у наших границ и радикальных амбициях отдельных деятелей. Главе государства было доложено прежде всего, что творится на внешнем контуре вокруг страны, вокруг Республики Беларусь. Какие учения проходят, какие группировки созданы на территории Польши, Литвы, Латвии, чему посвящены эти учения, тематика этих учений, задачи этих учений. К сожалению, мы видим, что тематика учений, которая проводится на территории рядом с определьными странами, не имеет оборонительную направленность. Рассматриваются вопросы общекризисного реагирования, наступательная тематика отрабатывается. Но это говорит о том, что эти страны не отрабатывают вопросы обороны своих стран, а какие-то другие взгляды у них по отношению к военной составляющей. Среди тем затронутых на встрече и экономическая безопасность страны. Президент подчеркнул, перспективы и прогнозы развития внутренней ситуации зависят исключительно от нас самих.